Всем привет! Меня зовут Сергей Бубович и вы находитесь на канале Ментал ТВ. Для тех, кто только начинает изучать тему невербального поведения, языка тела и распознавания обмана, или тех, кто только поверхностно с ней ознакомился, ошибочно полагают, что есть определенные поведенческие признаки, которые указывают на обман. Но, как я говорю практически в каждом выпуске, это не совсем так. Невербальные и вербальные сигналы могут выступать не только признаком обмана, но и как индикатор определенного настроения, чувств, состояний. И добавив к этому анализ и сравнение наблюдений, мы получим более вероятную картину касательной лжи человека. Для человека, который хочет интегрировать навык распознавания лжи в свой ментальный арсенал для повседневной жизни, это может занять долгий процесс обучения, ведь считать человека по невербальному поведению, и на основе этого разоблачать ложь с максимальной точностью, кажется простым только на первый взгляд. Поэтому вопрос определения лжи по общему поведению остается открытым. А пока некоторые приписывают методам профайлинга антинаучность и мистификацию, мы вместе с Владиславом Ромашовым, психологом и ученым при Институте психологии Польской Академии Наук, подготовили для вас материал, в основе которого лежат научные исследования в области распознавания лжи по невербальному и вербальному поведению. Ученые провели не одно исследование, в котором изучали то, как ведут себя лжецы, чтобы успешно пройти допрос, и какую модель поведения при этом они выбирают. Например, в одном из исследований участники должны были пойти в книжный магазин неподалеку. Искренние участники должны были найти определенную книгу на определенной полке. Чтобы найти книгу, участникам было необходимо передвинуть сумку, которую заранее подкладывали исследователи. Нужной книги на полке не было, и участники возвращались и сообщали этой исследователю. Лжецы же, в свою очередь, были проинструктированы прийти в тот же магазин и украсть кошелек из этой сумки. В качестве алиби они должны были сообщить, что они ходили туда за той же книгой, что и искренние участники. В итоге их ожидало интервью, где они должны были успешно убедить интервьюера, что они ничего не крали. Но что гораздо важнее, исследователи интересовались, какие стратегии применяли участники, чтобы успешно его пройти. Результаты этого и других подобных исследований говорят сами за себя. Неудивительным становится тот факт, что лжецы вообще готовят стратегии чаще, чем искренние люди. И внимание уделяют контролю как вербальных, так и невербальных сигналов. А если искренние и подготавливают изначально, то они меньше задумываются о невербальном контроле. Некоторые результаты, которые были получены в ряде исследований, разрушат несколько мифов касательно лживого поведения. Искренние и неискренние участники практически одинаково прибегают к следующим моделям поведения, чтобы успешно пройти интервью. Практически все считают, что если не делать излишних движений, вести себя спокойно, уверенно и расслабленно, поддерживать зрительный контакт, то таким образом они будут выглядеть честнее и успешно пройдут интервью. Интересно, что все это поведение люди считают признаками обмана, хотя в действительности это лишь признаки стресса. Другие результаты исследований показывают, что все же больше для лжецов свойственно выбор такой стратегии, в которой они будут стремиться вести себя спокойно, не делать лишних движений и чаще поддерживать зрительный контакт, нежели для искренних людей. Ряд исследований показывает, что существуют и значительные различия между искренними людьми и лжецами. Так неискренние люди готовят не только невербальные, но и вербальные стратегии чаще, чем искренние люди. Почему? И лжецы и искренние люди подвержены иллюзии прозрачности, то есть они переоценивают, насколько окружающие понимают их внутреннее состояние. Так искренние люди чаще всего рассказывают, что произошло без каких-либо изменений, потому что убеждены, что окружающие и так поймут, что это правда. Лжецы же наоборот вынуждены придумывать изощренные стратегии, чтобы быть менее подозрительными. Но какие стратегии готовят лжецы? Лжецы для успешной лжи стараются рассказать заранее заготовленную простую историю максимально уверенно. Пытаются подтвердить свои слова, дополняя какими-либо деталями, но в то же время стараются не давать чрезмерно много деталей. Они балансируют между тем, чтобы выглядеть убедительными, но и не выдавать инкриминирующую информацию. Стараются рассказать события, которые происходили в реальности, но не относятся к тому событию, которое может быть связано утаиваемой информацией. Лжецы не придумывают абсолютно новую историю, а часто заимствуют какое-либо событие из собственного прожитого опыта, и на основе этого создается новый рассказ. То есть, если задача подозреваемого создать себе алиби, он, скорее всего, не будет придумывать несуществующее действие и место пребывания, а сообщит то, где он был не в день преступления, а, например, за день до этого. Тем самым интегрируя свой прошлый опыт в создание ложного заявления, что при пассивном наблюдении будет усложнять задачи человеку, который хочет обнаружить ложь. Поэтому для лжецов характерно соглашаться на варианты ситуации, которые избавят их от задачи выдумывать их самому. Так как и в упомянутом ранее исследовании, когда участникам лжецам представляли описание ситуации, которую проживали искренние участники, они придерживаются именно этой истории, вместо того, чтобы описать новый, то есть несуществующий опыт и напрягать свой мозг. Поэтому, если привести вектор вопросов на другие детали его рассказа, мы можем заметить определенную неподготовленность и противоречия, которые им могут выдать ложь. У многих, вероятно, возник вопрос. Хорошо, многие из них будут вести себя спокойно, уверенно, будут поддерживать контакт, но как определить, кто из них лжет? Для начала стоит понять, что речь идет о стратегиях поведения, которые свойственны одной и другой группе для успешного прохождения интервью. И данные стратегии лжи являются подготовленными. Изучение стратегий лжецов и искренних людей позволяет вам определить их и правильно подстроиться к ним. Поведение, свойственное стратегии, не оправдывает и не утверждает человека. И тут становится очевидно, что пассивное наблюдение не дает нам точного результата. А способ обнаружения лжи актуален в динамике и с использованием различных инструментов не только наблюдения, но и правильной постановки вопросов. Многочисленные исследования подтверждают, что самыми эффективными методами распознавания обмана являются методы на основании когнитивного подхода, в основе которых лежит предположение, что обман сложнее для мозга, чем правда. Вспомните себя, когда вам приходится выдумывать то, чего не было на самом деле. Так как у вас нет прожитого опыта, вам приходится подавлять реальные воспоминания, составлять новую легенду, запоминать кому, что и как говорил, где врал, следить за поведением, работать над логичностью и стараться, чтобы детали вашей лжи совпадали. Когда в случае искренности вы даже не думаете об этом, просто говорите все как есть, возвращаясь в ту ситуацию мысленную. Тут нам и пригодятся другие инструменты наблюдений, которые помогут обнаружить и зафиксировать возникшую когнитивную нагрузку у человека. Так как мы выяснили, что у лжецов она возникает чаще. Об этих и других сигналах я рассказываю в рубрике «Формулы лжи» и периодически упоминаю о своих разборах. Если хотите узнать больше о стратегиях, которые предпринимают лжецы для успешного прохождения допроса, то советую прочитать статью Владислава, где он более подробно разбирает этот и другие вопросы в теме психологии лжи. Ссылку я оставлю в описании. Я уверен, что после информации в этом выпуске вы станете ближе к профессиональному подходу определения лжи и избавите себя от заблуждений, которыми подвержены личности с обывательским взглядом на этот вопрос. Мы с Владиславом хотим подготовить не один выпуск на подобную тему с научной точки зрения, поэтому если вам понравилось, то оставайтесь с нами и ждите новых выпусков. И самое главное, наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дурках. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok